То есть перед тем, как ремонт подъезда идет голосование жителей, предлагается несколько цветов, краски и житель уже выбирает. Чтобы стены цветом не как в больнице, а во входной группе прочное напольное покрытие. Жители принимают активное участие в масштабных ремонтных работах в своих подъездах. В этом году приведут в порядок рекордное количество парадных. Работы уже закончены более чем на 350 объектах, а впереди еще больший фронт работ. Причем касается это не только города и его микрорайонов, но и многоквартирных домов в сельской местности. А у нас таких немало. Накануне Вашиткова ремонт вместе с жителями осматривал глава округа Артур Болотников. Но важно еще раз говорю, индивидуализация каждого подъезда. То есть в данном случае мы с вами видим, что орнамент, который есть на стене, это как бы индивидуально. В каждом подъезде свой орнамент – это тоже такое решение. Мы, жители этого дома, очень довольны. Вообще замечательно стало, как будто дом вновь. Я вот 17 лет здесь живу, но, вы знаете, впервые и настолько качественно. Весьма и весьма благодарны. Больше жителей не увидят неопрятно свисающих проводов. По правилам, вся коммутация должна быть спрятана в короба. Позаботились и об энергоэффективности, датчики движения, сберегающие лампы и современные стеклопакеты. Все это в целом должно улучшить комфорт собственников. И даже стены здесь покрашены специальной противопожарной краской. В целом, в Воскресенске отремонтируют самое большое за последнее время количество подъездов. Работа осуществляется в соответствии с губернаторской программой. Программа осуществляется в рамках реализации программы «Мой подъезд». Всего у нас на 2021 год было запланировано 510 подъездов. Это рекордное количество подъездов, которое было в Воскресенске, ремонтировалось за год. До этого больше 50 подъездов не ремонтировалось. По ряду причин, связанных в том числе с удорожанием строительных материалов, мы сократили программу этого года до 352 подъездов. 158 подъездов мы перенесли по согласованию с министерством на 2022 год. Мы смотрели, они стирали стены, шпаклевали, закрашивали. Все прекрасно. Вот у нас подъезд, нам всем нравится. Давайте посмотрим, как идет ремонт в микрорайоне Лопатинский. Здесь сильное сообщество собственников жилья, председателей домов состоят в ассоциации. В вопросах коммунального хозяйства многие разбираются не хуже некоторых профильных специалистов. И нам самое главное, чтобы понимать, было взаимодействие между подрядчиком, управляющей компанией и самими жителями. Потому что это делается для жителей, и жители даже вправе регулировать этот процесс, как мы уже сейчас тоже обсудили, по цветовой гамме. Кому-то нравится зеленый, кому-то персиковый. Но это свои правила диктуют именно жители для подрядчика. Потому что когда подрядчик уйдет, мы с вами понимаем, поздно говорить, что нам сделали плохо. И как вот мы слышали, сейчас с вами пожелания жителей. Любой вопрос обсуждается с собственниками жилья. Сейчас, конечно, окна поменяли, в подъезде стало намного теплее. И двери поменяли нам. В общем, сейчас вообще нет никаких претензий. Среда, как известно, формирует человека. Когда видишь чистый подъезд, и на душе становится как-то теплее. Новая программа ремонта должна приумножить позитивные настроения. Потому что в целом за три года обещают обновить полторы тысячи воскресенских парадных. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, Евгений Страдобов. Новости Искровект.